Денежная система в новых приобретениях. Страна быстро достигнет избыточности производства в случае, если товары и услуги будут универсальными и общедоступными. Но если каждый год добавлять в них новые удобные функции, тогда людям придется выбросить старые вещи и купить новые. Это называется намеренное снижение эффективности с целью увеличения продаж. Предположим, я спроектирую автомобиль, в котором с помощью поворота всего двух ручек можно снять старый двигатель и установить новый, потратив несколько минут, а не целый день. Вы просто вставляете новый двигатель. Сотни деталей в автомобиле можно сделать легко заменяемыми, но сегодня для замены небольшой пружинки требуется разобрать пол двигателя. Однако, если бы автопроизводители обязаны были обслуживать свои машины, я уверен, они выглядели бы совсем иначе. Сейчас двигатель скрыт за пучками кабелей, различными деталями и рычагами. Все это они бы встроили в специальную крышку с разъемами, которая сдвигалась бы в сторону. Вы снимаете эту крышку одним движением, и мотор перед вами. Так не придется отсоединять все подряд. Но производители автомобилей не обязаны этого делать. Однако, если бы вы купили машину в компании, которая дает десятилетнюю гарантию на бесплатное обслуживание, то большинство деталей были бы съемными для простоты ремонта. Вот что я имею в виду под намеренным снижением эффективности. Строительство скоростных шоссе и автострад совершенно излишнее. Они нужны только для увеличения объемов продаж автомобилей. Чем больше дорог, чем шире улицы, чем больше мостов, тем больше места для машин. Производители автомобилей это очень приветствуют. Но они очень даже против общественного транспорта. Он снизил бы заторы на дорогах. Больше не было бы огромных пробок. Адекватно спроектированный транспорт был бы безопасным, быстрым и легко доступным. Однако такое развитие смертельно опасно для рыночной системы. Поэтому здесь ничего не меняется. Также владение личным автомобилем. Это вообще отдельная история. Все выезжают с работы в 6 вечера. На протяжении дня дороги не сильно загружены. Но в час, пик, ба-бах! И везде пробки. Ситуация плачевная. Но только не для обслуживающих компаний. Ведь тогда расходуется больше бензина, изнашиваются колеса. Взгляните на это в масштабах страны и просуммируйте все расходы, возникающие из-за этих пробок. Взять, к примеру, Майами Бич. По субботам и воскресеньям на пляже не протолкнуться. Но если изменить календарь так, чтобы каждый день у седьмой части населения был выходной, на пляже всегда было бы место. Очень простое решение. На дорогах пропадут пробки. Даже на тротуарах станет свободнее. И не придется строить дополнительные мосты. Что касается автомобилей, припаркованных у мест работы, сотни машин в течение всего дня простаивают. Но им не нужен отдых. Поэтому автомобили в будущем будут доступны каждому. Ряды свободных машин будут ожидать использования. У них не будет владельцев. Сделаны машины будут по последнему слову техники, а их качество не будет уступать Роллс-Ройсу или Мерседесу. Эти машины будут ждать вас. Вы садитесь в них и едете. Когда добрались, вы выходите из авто, и кто-то другой садится и уезжает по своим делам. Таким образом число автомобилей сразу же снизится вдвое. Ведь все машины, простаивающие на парковках, это сплошная растрата ресурсов и энергии. Не потребуется останавливать работу заводов. Производственным автоматам не нужен сон. Завод, работающий круглые сутки, будет производить намного больше товаров. Таким образом будут дневные и ночные рабочие смены. Спрашивают, а что если кто-то не захочет работать в ночь? Тогда вы изменяете поощрение. Например, ночная смена будет длиться всего три часа, а дневная — семь часов. Вы просто создаете преимущество, и тогда появляются люди для ночной смены. Это всё очень просто. Когда вам исполняется 25-26 лет, амбиции угасают, потому что нет никакого смысла думать о том, чего вы не сможете себе позволить. К счастью, в Америке много лет назад, во время Великой депрессии, можно было купить автомобиль за 8 долларов. Какой-нибудь старенький Форд. Я сам ремонтировал свою машину, так как не мог позволить себе автосервис. Таким образом, я многому научился. Ещё мы наматывали проволоку на кристаллические катушки и делали детекторные приёмники. Была возможность достать материал и экспериментировать с ними. Например, новенькие самолёты, построенные во время Первой мировой войны, продавались в ящиках. Можно было купить Дженни за 50 баксов. По окончании Первой мировой войны парень по имени Карл Орт продавал новенькие пропеллеры в упаковке по доллару. И так я познакомился с одним своим другом. Я купил этот пропеллер, и мы оба сидели перед ним в восхищении. Это была совсем новая деталь. От настоящего самолёта и всего за доллар. И кроме того, за 150 долларов можно было купить собранный самолёт, готовый к полёту. Да, как барограф. Это уже было давно. Так у меня появилась одна идея. Банка бобов стоила 15 центов. И если сделать сбоку на ней чёрную линию, и провести такую банку над фотоэлементом, то в определённом месте сигнал прерывался бы, и это означало бы её цену. В итоге на банке было несколько линий, которые я нарисовал. Я рассказал о своей идее владельцам магазинов и супермаркетов. Мне отвечали, «Ну, ты мечтатель!» «Ты фантазёр!» «Ничего не получится!» «За кассой должен кто-то сидеть!» Они были для меня как инопланетяне, которые даже не слышат, о чём я говорю, или не понимают. Я полагаю, что я добился бы большего успеха, если обратился бы к производителям.